Что же такое аскеза? Вот допустим, страх у вас живет в сердце, да, какой-то? Что такое страх? Это судьба. Даже если навеяно злым духом, это тоже судьба. Страх, это всегда судьба. А что такое аскеза? Аскеза это то, что страх отодвигает от человека. Вот не дает ему жить в тебе. Какие аскезы помогают это сделать? Стоишь неподвижно, молишься. Понимаете, когда человек идет и молится, включается ум. Это тоже хорошо, потому что когда Бог соприкасается с умом, то ты можешь свои дела все наладить. Вот допустим, ты идешь, молишься, и у тебя в это время, во время молитвы, когда ты идешь, у тебя включается пространство твоей жизни. Как ты работаешь, как ты относишься с детьми. И все это очищается. То есть ты просто думаешь о Боге, пытаешься произносить, как те, кто молится. То есть выполняешь все правила молитвы, и в это время у тебя все встает по полкам. Ну то есть вся твоя жизнь, ты идешь просто. Идешь и молишься. Вся твоя жизнь встает по полкам. Но судьбу ты в это время не побеждаешь. Потому что ты просто ее узнаешь лучше. Понимаешь, что с тобой происходит. Если ты хочешь победить судьбу, тогда нужно стоять, или есть несколько положений тела, которые побеждают судьбу. Не то, что ты сел вот так вот на диванчике, типа неподвижно. И повторяешь молитву. Нет, это положение тела не побеждает судьбу. Вот смотрите, если ты стоишь неподвижно, то это развивает принятие судьбы, или терпение. Что такое терпение? Мы вчера говорили, что человек выдерживает судьбу. Вот ему страшно, но он держит. Страшно, но уже не так страшно. Потому что я чувствую, я смогу держит эту судьбу рядом с собой. Принимает. Дальше, стоя на коленях. Это не просто терпеть судьбу, а уже принимать. То есть ты не держишь ее, а перевариваешь уже. Тебе легче с этой судьбой. Не то, что как бы ты не боишься уже, а тебе легче с ней становится. Это принятие называется. Есть еще, ниже опустился человек и сел на ягодицы, и он такой прямо сидит. Это называется поза алмаза. В это время ты начинаешь ее так от себя отодвигать. Ну то есть, как будешь ждать ее? Это волевая поза такая, победная судьба такая, что человек давит на судьбу в этом положении. Есть полу лотос или лотос, когда вот ноги так закрещиваются, в это время сильно увеличивается концентрация внимания. Человек молитву очень внимательно произносить начинает. Есть такое положение тела, когда ты стопы вместе соединяешь, коленки врозь, вот так вот, и у тебя чуть полусогнутая спина, и тоже не двигаешься. Это положение тела, оно охлаждает жар судьбы. Вот допустим, когда у тебя мечту, сильно много мечты внутри, там мужчинам голые девушки, там снятся девушкам парни на белых конях. Вот, понимаете? Ну то есть, когда человек в мечте живет, значит, слишком много жара, как бы в нем, вот этой вот энергии судьбы, она жарит человек, поджигает, как бы, энергии судьбы, горит человек. Вот тогда вот это положение тела, стопы вместе охлаждает этот жар. И человек, когда молится, он в спокойствии в сердце, чистота возникает в таком положении тела. Понимаете? Эта аскеза, она дает, особенно монахам хорошо, когда там, чтобы не думать о женщинах лишнего, вот такие стопы вместе, колени врозь, или, допустим, мужчинам, которые постоянно вот эти мысли в голове, или женщинам, которые постоянно мечтают. Ну то есть, вот это положение тела сильно помогает. Вот я вам перечислил основные положения тела, которые можно одно на другое менять, если я в одном устал, другое. Но если вы просто вот сели, то это уже не то. Вот эти положения тела, они побеждают судьбу. Хотя бы не лотос, а полулотос, одну ногу закинули, уже все равно это аскетичное положение. Все эти положения тела очень трудные, в них тяжело сидеть. Легче по-турецки просто сесть, расслабиться, или ноги свесить вниз со стула. Но это не положение тела, побеждая судьбу. Но если вам вообще никак, то есть вы не стоять не можете, не вот так сидеть, не так, это значит, что сидите как можете, но не двигайтесь. Если вы сидеть не можете, лежите как можете, но не двигайтесь во время молитв. А если вы лежите и двигаться не можете, то тогда все нормально. Тогда молитесь уже. У вас тогда все нормально, потому что тело готово для молитв. Вот. Ну и не только для молитв, я думаю, в то время уже оно готово. Но просто готово. Вот. Как? Какие может позы специальные? Стопы в сторону вот так сесть, да? Вот так вот раздвигаешь ноги, да? В одну сторону подвигаешь. Ну сядьте вот сюда, покажите. Ну покажите, что вы. Ну хорошо, используйте это положение тела. Я его не знаю, но если используют, значит нормально. Спасибо.